Всем привет! Сегодня я хочу для вас сделать обзор очень раскрученной на просторах интернета новой линейки от L'Oreal, которая называется Infallible. Сама линейка здесь не новая, но в то же время именно эти продукты это новинки, они недавно появились на рынке и вы знаете, это стало настолько громким релизом, я отовсюду слышу, насколько это замечательный релиз, как он всем нравится, самые топовые блогеры восхваляют эту тональную основу и конечно же мне захотелось ее протестировать и вставить свои 5 копеек. Обзоров на данный момент уже достаточно много на эту линейку, но в то же время я продолжаю получать запросы на обзор этой тональной основы, потому что и здесь это очень тешит мое самолюбие, вы пишете, что вы хотите именно мой обзор, потому что даже независимо от того, что я говорю и как я комментирую, я всегда показываю и макросъемку и то, как это выглядит при дневном освещении, какая стойкость у этих продуктов, в общем-то даже независимо от моего мнения, вы сами можете смотреть на эти кадры и для себя делать выводы. Вам я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы доверяете моим обзорам и что для вас действительно имеет какую-то ценность то, что я все это снимаю, все это показываю, поэтому давайте без лишних слов просто приступать. Мы с вами слегка вернулись назад во времени и с моего лица сейчас магическим образом исчезло так процентов 80 всей косметики. Давайте, наверное, как всегда пройдемся сначала по фактам. Тональная основа сделана во Франции, здесь объем 30 миллилитров, абсолютный стандарт, 12 месяцев у нее срок годности после того, как вы начинаете ей пользоваться и я себе взяла оттенок номер 120 ванила. Также сразу скажу, что очевидно, что макияж глаз у меня сделан и сегодня в качестве базы под тени, а также под глаза у меня уже нанесен консилер из этой же линейки, который называется Infallible More Than Concealer. И пока я ничего не хочу говорить, пока я хочу сосредоточиться на нанесении тональной основы, но мы этот консилер обязательно обсудим, это будет ближе к середине видео. А сейчас все-таки предлагаю перейти к нанесению. Что касается консистенции, то, как видите, она очень жидкая и L'Oreal нам говорит о том, что этой тональной основы нужно совсем немного, потому что даже маленькая точечка способна перекрыть довольно большую область. Ну, давайте посмотрим, насколько это правда. Оттенок немножко для меня желтоват, я бы хотела все-таки что-то более нейтральное. Вообще тональная основа ложится очень тонко, действительно, и сразу превращается в такой более пудровый финиш, абсолютно лицо не липкое с ней. Единственное, оттенок 120, мне казалось, что он совсем вот прям светлый, потому что если посмотреть на бутылочку, такое впечатление, что это даже светлее, чем тон моей кожи, но из плюсов я однозначно могу ей причислить то, что она действительно очень тонкая по своей текстуре. Самое главное, что я сейчас вам хочу сказать, это что 120 оттенок прям конкретно оранжевый. Я сейчас посмотрела на официальный сайт, 120 оттенок в принципе уже относится скорее ближе к средним тонам, поэтому я не знаю, почему я решила, что он мне подойдет, потому что я выбирала по интернету, я заказывала, кстати, все это на сайте Lady Makeup, и насколько я понимаю, не все эти оттенки завозят на территорию наших стран, поэтому как бы выбирать приходится не из всех абсолютно, которые представлены, а только из тех, которые завезли. Обычно в линейке L'Oreal те оттенки, которые называются ванила, они гораздо более светлее, они часто бывают даже светлее, чем тон моей кожи, поэтому если у вас тон кожи приблизительно как у меня или светлее, то смотрите либо просто светлее, либо гораздо светлее. Но что касается самой тональной основы, то здесь у меня в принципе только положительные впечатления после нанесения, потому что она действительно очень тонкая по своей текстуре. Я не сказала бы, что она прям имеет плотное покрытие, скорее это среднее покрытие. И даже если я возьму и где-то ее буду наслаивать, все равно, ну может быть чуть выше среднего я получу, но это не такое покрытие, которое, знаете, вот прям создает вам новое лицо, новую кожу без единой какой-то проблемы. А что касается утверждений L'Oreal по поводу того, что с этой формулой кожа дышит, то для меня это всегда немного смешное утверждение, потому что наша кожа не дышит. Дышат наши легкие, получаем мы кислород именно благодаря нашим легким. Поэтому то, что кожа с какой-то формулой дышит больше, чем с другой, на самом деле это все чушь собачья. А сейчас я вас буквально на секундочку покину, закончу полностью макияж и вернусь к вам для того, чтобы в деталях обсудить оба эти продукта. Макияж я закончила и я сейчас всеми силами пытаюсь отвлечь себя от того факта, что сегодня случился революционный момент в моей жизни. И впервые, наверное, я настолько сильно не угадала с оттенком при подборе оттенка по интернету. Вот реально этот оттенок гораздо-гораздо темнее моей кожи и выглядит это, откровенно говоря, отвратительно. Тем не менее, цвет это цвет. У всех оттенок кожи разный. И это, я считаю, сугубо моя проблема, что я так плохо подобрала оттенок. Тем не менее, что касается именно свойств тональной основы, ее текстуры, как она лежит и так далее, сейчас прошло где-то приблизительно, может, минут 25-30 с момента, как я только начала ее наносить. И вот, знаете, я смотрю на себя в зеркало и я не могу сказать, что я прям влюбляюсь все больше и больше в этот тон. Изначально эта тональная основа выглядела, на мой взгляд, даже лучше. Сразу после нанесения создается ощущение, что она, знаете, такой тонкой пленочкой легла и как-то как растушевалась в коже. Сейчас, когда чуть-чуть времени прошло, такое впечатление, что она чуть-чуть начинает выталкиваться моей кожей наружу. Не могу сказать, что прям это катастрофически плохо выглядит, но в то же время она начинает превращаться в то, что я, наверное, не совсем люблю. То есть это не отвратительный эффект, но в то же время и нельзя сказать, что вау, я нашла тональную основу, которая просто революционно круто смотрится на лице. Но в то же время Age Perfect, как мне кажется, на моей коже выглядит лучше. Тем не менее, в чем прелесть моих обзоров, это в том, что вы можете открыть параллельно вкладку и с моим обзором на Age Perfect, посмотреть макросъемку одного и другого видео и, в принципе, даже без моих пяти копеек самостоятельно сделать выводы. И давайте, наверное, к этому сейчас и перейдем. Я вам покажу, как выглядит эта тональная основа при дневном освещении. И опять-таки повторюсь, пожалуйста, не обращайте внимания на оттенок, потому что если вы подберете оттенок лучше, то, соответственно, у вас тональная основа и общий вид будет гораздо более приятный. Вы сейчас главным образом смотрите на текстуру, на то, как это все лежит именно на коже. Сейчас почти ровно два часа, и мы с вами еще обязательно проверим, во что все это превратится в конце дня. Сейчас предлагаю переключиться на консилер и немножко о нем поговорить. Итак, консилер я взяла себе в оттенке, который называется 324 L'Meal. Если здесь пройтись по фактам, то он также сделан во Франции. Объем у него, кстати, достаточно большой, 11 мл, и срок его годности 6 месяцев после начала использования. У этого консилера очень много обещаний. И, опять-таки, если заглянуть на официальный сайт L'Oréal, то они здесь пишут, что это наша формула с самым высоким покрытием и в нашем самом широком диапазоне оттенков. Консилер обеспечивает плотное покрытие с безупречным матовым финишем. Эта универсальная формула скрывает недостатки, а также может работать как контурирующий продукт. И вы знаете, я когда это прочла, я поняла, что утверждение здесь очень похоже на то, что нам обещает Tarte Shape Tape. Это вообще всемирный бестселлер, поэтому очень многие пытаются сделать какой-то аналог, естественно, более дешевый. А что касается L'Oréal, вы знаете, для меня это тяжелый консилер. Для меня лично он не подходит. Я его сегодня использовала как базу под тени, и мне не понравилось, потому что, возможно, это из-за того, что он вот такой вот более матовый. И даже учитывая то, что я его закрепляла сверху пудрой, когда я начала наносить тени, то они как будто к одним участкам больше прилипали и создавали там пятна, а к другим как будто тушевались как-то более прозрачно. Соответственно, тушевка получалась более неравномерной, ничего супер критичного. Как видите, макияж глаз я сегодня сделала достаточно приличным. Нельзя сказать, что там где-то прям какие-то проплешины или дырки. Но, тем не менее, другие консилеры мне нравятся немножко больше, чем вот этот в качестве базы. Что касается зоны под глазами, то этот консилер действительно хорошо перекрывает. У него плотное покрытие, но в то же время он делает эту зону гораздо старше, чем она есть на самом деле. Вот его эффект мне очень напомнил консилер La Prairie, потому что как его ни наноси, как ни растушевывай, тонко, толсто, неважно, как ни закрепляй, все равно он начинает собираться в морщинах. И не просто вот собираться, а как-то трескаться в этих морщинах и подсушивать эту область. И из-за этого зона под глазами начинает выглядеть гораздо старше, чем она является на самом деле. Для меня это неудовлетворительный результат, потому что я наоборот хочу сгладить морщины и сделаю такое впечатление, как будто у меня их там гораздо меньше, чем на самом деле. И последние несколько слов хочу сказать еще о составе этой тональной основы. Здесь, к сожалению, достаточно высокое содержание денатурированного спирта, и также здесь в составе есть и бензиловый спирт. Возможно, для кого-то это может показаться, что я слишком сильно придираюсь к продукту, и я всегда об этом говорю, но тем не менее я знаю, что есть те, для кого это действительно важно. И для меня, например, содержание спирта в такой высокой концентрации играет большую роль, потому что после этого чертового фиксирующего спрея Revolution спирт у меня вызывает очень сильную аллергическую реакцию на лице. И, естественно, если я один раз нанесу, как бы ничего не случится, но в то же время, если я буду пользоваться спиртосодержащими продуктами на протяжении какого-то более длительного периода, даже если это будет неделя, то я 100% почувствую на себе последствия, потому что, к сожалению, тогда это была не одноразовая акция, и сейчас каждый раз я все время сталкиваюсь с одним и тем же. И, как вы понимаете, профессия бьюти-блогера абсолютно никак не сопоставима с такого рода аллергией, поэтому мне нужно быть крайне здесь осторожной, и я знаю, что у некоторых из вас тоже есть такая же реакция, поэтому я обязана просто об этом предупреждать, и вы уже делаете для себя выводы. Если для вас абсолютно не имеет значения состав, вы никогда не обращаете на него внимания, и для вас важен только декоративный эффект, я и это вам показываю, и вы здесь уже решаете сами для себя, насколько вам это нравится, не нравится, готовы ли вы на это потратить деньги или нет. В качестве финального аккорда я хочу посоветовать вам аналог, потому что эти два средства мне очень напомнили другую линейку, которую я также недавно обозревала у себя на канале, и это линейка от NYX Can't Stop, Won't Stop. На самом деле вот эта линейка мне нравится гораздо больше, и если бы я рекомендовала вам тональную основу с плотным покрытием, матирующую, перекрывающую, то я бы однозначно отдала предпочтение вот этим средствам, но для того, чтобы сейчас очень детально на этом не останавливаться, я вам рекомендую просто посмотреть обзор на NYX, я его оставлю под буквочкой А, и вот здесь вот, и также в описании под видео, и вы знаете, тональные основы в принципе между собой похожи, я не могу сказать, что какая-то гораздо лучше, а какая-то прям гораздо хуже, то есть они похожи между собой, но что касается вот этих консилеров, то мне кажется, NYX на 10 голов выше и лучше, чем этот вариант от L'Oreal. Итак, на часах сейчас уже почти полдевятого, если очень коротко, то я не считаю, что это самая худшая тональная основа, однозначно нет, она в принципе довольно неплохо себя ведет на лице, я ожидала, кстати, худшего, потому что изначально, когда я ее только нанесла, она начала как будто немножко, как я и сказала, выталкиваться моей кожей, и вы знаете, это ощущение, когда немножко более жирным лицо становится, немножко более как будто маслянистым что ли, и вот это как раз то, что меня сначала отпугнуло, но в принципе до конца дня, и вот сейчас то, что я вижу в зеркале, вот она так себя и ведет, ни хуже, ни лучше, единственный недостаток это то, что она слегка отрезкается в морщинах, вот например у меня вот здесь вот в носогубной складке, я ее несколько раз даже поправляла на протяжении дня, потому что вот в этой области была, знаете, такая как трещина в цементе, но в принципе по всему лицу, ну как бы нормально, для меня эта тональная основа где-то приблизительно на троечку, то есть и не очень плохо, что прям два или один, и не супер хорошо, чтобы прям пять, что касается того, как она ведет себя с текстурой, то опять-таки здесь не пятерка, потому что на носу у меня прям каждую пору видно, причем она и изначально не сильно сглаживала эту область, и как бы потом и не сильно провалилась, какое-то такое именно посредственное мнение по поводу нее, а вот что касается этого консилера, то, к сожалению, это вообще не мой вариант, мне не понравился этот консилер, ни как база под тени, ни как сам консилер, потому что у меня эта область выглядит откровенно лет на 10 старше, чем она есть на самом деле, если у вас есть эта тональная основа, не ленитесь, обязательно пишите в комментариях свое мнение о ней, нравится, не нравится, что не нравится, что нравится, не забывайте указывать свой тип кожи, свои какие-то особенности кожи, это будет очень интересно почитать и всем остальным зрителям, и сложить какое-то более полноценное мнение об этом продукте, о своем же опыте я рассказала, поэтому надеюсь, что для вас это было полезно. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, также вы можете сейчас посмотреть и другие видео, которые вам рекомендует YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом видео через несколько дней.